Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Энергия жизни» и, как всегда, ее ведущий, я Виктор Андронов. Как обычно, мы рассказываем о тех людях, кто делает мир лучше. И сегодня у нас в гостях необычный человек, который очень много делает полезных дел. Наш гость Александр Мелехин родился за полярным кругом в городе Мурманск. С детства мечтал стать моряком дальнего плавания. Эта мечта привела его в Санкт-Петербург, в Государственную морскую академию имени Макарова. Сегодня наш герой не просто успешно сочетает карьеру и семью, но и занимается добрыми делами. Здравствуй, Саша! Здравствуйте, Виктор! Очень приятно, что ты в донорской футболке. Я знаю тебя и познакомился с тобой как раз на донорской станции. Как сейчас протекает твое донорство в этих условиях? Ничего не мешает тебе продолжать сдавать кровь? Сейчас я на стадии совпадения с моим близнецом, которому необходимую помощь. Попросили воздержаться от сдачи крови, и поэтому мы ожидаем, когда спадет коронавирус. Давай поясним нашим зрителям. Помимо того, что ты являешься донором крови, ты состоял и состоишь в регистре доноров костного мозга. И ты именно тот уникальный человек, у которого произошло совпадение, один из 10 тысяч, что именно ты сможешь в результате трансплантации костного мозга спасти жизнь пациента. Как давно к тебе обратились, и насколько сильное совпадение у тебя и рецепиента? В апреле позвонили, сообщили о совпадении, пригласили на дополнительную сдачу крови. Сообщили, что совпало 9 из 10 генов, и попросили подождать и воздержаться от сдачи крови. Но вот очень немного таких людей... Сейчас, к сожалению, ситуация с коронавирусом в стране бушует, и, возможно, с этим связано то, что не сдаю часть своих стволовых глядей. Таких, как ты, очень немного. У нас всего состоявшихся доноров порядка 300 человек, как космонавтов. Вот когда ты почувствовал, понял, что ты будешь один из них, что ты испытал? А не было страха какого-то? Я испытал волнение и ответственность за человеческую жизнь. Сейчас переживаю по поводу того, чтобы успеть сдать, помочь человеку, чтобы это не затянулось, и все было хорошо у моего близнеца. Ну давай честно, вот одно дело просто вступить, а вот ты знаешь уже, что ты готовишься нигде не мелькнул, там где-то... Нет, я сразу согласился. ...в затворках страхи какие-то. Мама, папа, родственники не стали отговаривать? Родственники меня стали отговаривать, сказали, что получу инвалидность после сдачи костного мозга. У меня откажут ноги. Это ты сейчас действительно говоришь, так оно и было. Это действительно. При всем при том, что ты активно развивал это донорство, ты участвовал в нескольких видеороликах, ты рассказывал им, был с нами как организатор. В сознании людей, к сожалению, стереотипы сидят очень глубоко, и моих родных это в том числе коснулось. Удалось тебе их переубедить, или до сих пор они все в волнении, что ты останешься без рук, без ног? Я привел пример на моей дочери, убедил их, что это важно, необходимо такие поступки совершить. Это только родители так к этому отнеслись? Жена что сказала? Жена меня поддержала, она тоже стоит в регистре, и была очень рада за меня. Переживает, что и она никому не может помочь. Но ждем. Ну, дай Бог, что все получится. Расскажи, а ты всегда старался делать добрые дела, или это с возрастом пришло? Желание делать добрые дела у меня возникли после рождения моей дочери. Хотелось создать вокруг нее комфортную среду, чтобы ее окружало добро и забота. Ну, вот, наверное, именно комфортная среда, которую хотела создать для дочери, повлияла на то, что ты возглавил движение, ну, стал одним из участников движения по борьбе с борщевиком. Кстати, очень мало знают, наверное, людей, что это такое. Это не тот цветок, который стоит сейчас у нас на столе. Но ты, наверное, более грамотно расскажешь, в чем его опасность и что это вообще такое борщевик. Борщевик – это растение. Вообще, их от 50 до 70 видов по различным данным. Особо опасный вид – это борщевик сосновского. Вывели его в наши советские селекторы. И, к сожалению, он отличается тем, что сок вызывает глубокие ожоги на поверхности кожи. При всем при том, что это растение, оно интересное и привлекательное для детей. Оно замечательно выглядит, привлекательно. Имеет трубчатую структуру. Ее сорвать, срезать, так сказать, оголить трубку саму, запихать туда бумажку и плеваться, как в детстве. Это самое замечательное. Но, к сожалению, это очень травматичные последствия имеет. Я помню, что точно в детстве я занимался, искал такие трубочки в дошкольном возрасте. Интересно было либо плевалки сделать, либо какие-то сабельки из них. Но вот систему с ожогами я что-то не помню. Может, мне просто так повезло или я уже срывал какой-то уже засохший. В детстве распространенный самый был борщевик сибирский. Его можно употреблять в пищу. Он обладает полезными свойствами, его применяют в фармакологии. А сейчас распространился очень борщевик сосновского. Он обладает убивающей способностью близлежащие растения поглощать, забирать полезные вещества из почвы. Тем самым убивая их и разрастаясь в неимоверной скорости. По-разному оценивают историю с большевиком. Но некоторые считают, что это экологическая катастрофа именно Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Насколько ты считаешь это обоснованно? Это экологическая катастрофа всей России. Масштабы на самом деле колоссальные. Лично тебе как это затронуло? Это растет рядом с твоим домом в 3 метрах или в 40 километрах. Где ты борешься с ним? Борюсь с ним на Знопах ближайшего района. Что такое Знопы? Земельное насаждение общего пользования. Земельное насаждение общего пользования. Хорошо. Буквально неделю назад мы обнаружили эти растения в парке Серебряный пруд. Это буквально в 20 метрах от моего дома. Борщевик подступает, подбирается. В основном заводится скорее всего с землей в рамках благоустройства. А вот так вот даже еще. И насколько считаешь это серьезная опасность? Вот за то время, что ты этим занимаешься, а сколько ты, кстати, занимаешься этой проблемой? Ну, к сожалению, не так много. Всего месяца три. То есть вот сейчас с наступлением сезона. А сколько вообще живет? До этого в нашем районе его не замечал, не видел. Видел только очень далеко на фотографиях. Это нормально, когда человек видит какую-то проблему и сразу старается ее решить. За то время, что ты этим занимаешься, были пострадавшие? Когда мы удаляем это растение с активистами, защищаем руки, пользуемся перчатками, средствами индивидуальной защиты. Вы как-то рассказываете в своем районе, что здесь нельзя гулять, потому что здесь вот такая зараза, что могут пострадать дети? Да, буквально недавно у метро Удельной мы механическим способом уничтожали это растение. И проходили молодые мамочки с детишками. Детишки задорные играют, побежали в растительность, а там произрастало это растение. Подошли, рассказали, объяснили, чем опасно. Девушки не знали, как это выглядит и чем это опасно. Это на самом деле очень трагично. Ну вот ты здесь сразу на этом примере рассказал, что делать, куда обращаться, как самим бороться. Мы показали им растение, как оно выглядит. Рассказали о его... Расскажи в двух словах, нам не удается показать. Еще раз мы объясняем, что тот цветок, который на столе, это не борщевик, а борщевик выглядит совсем по-другому. Это в первую очередь, наверное, такая высокая дудка. Ну, вначале, там есть разные стадии, собственно говоря, от семечки до уже большого зрелого растения, которое может достичь до 4 метров высотой вырасти. Ты в Питере встречал борщевик высотой 4 метра? В Ленобласти встречал. Ленобласть на самом деле очень загажена этим растением. Насколько помню, его же специально выращивали как корм для скота. Изначально была такая идея, вот ту модель, которую ты назвал борщевик сосновского, он был синтезирован именно для этого, а потом уже стало как паразитирующее растение захватывать большие территории. Я не ошибаюсь? Ну, одно растение может от 15 тысяч до 70 семян произвести уже действующих, которые могут взойти, опыленных в рабочем состоянии. То есть оно размножается не вегетативно, не почками, не корнями, а именно семенами. В чем его опасность? То есть 70 тысяч семян высыпалось возле этого растения ветром, насекомыми, людьми, машинами. Это разносится добро по обочинам, по полям и происходит заражение территории. Хочу, чтобы от этой передачи было максимум полезной информации для тех, кто сейчас нас смотрит. Вот скажи, чтобы каждый знал, как понять, что перед тобой борщевик и что надо в этом случае делать. Ну, борщевик мы видим на картинке, выглядит приблизительно так в молодом состоянии. Есть два способа удаления борщевика, это механический и химический. Один из самых эффективных – это механический. Удаление происходит путем лопаты и физической силы. Выкапываете и выкидываете? Удаляем корень, ну, просто выкидывать, наверное, нет необходимости. Лучше завернуть его в пакет, чтобы сотрудники перерабатывающих предприятий не имели с ним контакта. То есть вы выкапываете его и выкидываете в мусорный бак? Предварительно изолировав от внешнего контакта. В полиэтиленовом пакете? В полиэтиленовом пакете. Собственно говоря, выкапывая на глубину 30 сантиметров, корень вполне достаточный, чтобы он больше не произрастал. Вам помогает местное население? Сколько в твоей команде участников? В моей команде 4 человека. Вполне эффективно справляемся на нашей территории. Помогаем соседям. Наверное, из четырех половины родственники, да? Помогаем. Нет, еще, кстати, соседи, ну, соседних муниципальных образований обращаются, приезжаем, помогаем со своей супругой. Очень активно рассказываем и они уже продолжают дело дальше. Я, в общем-то, не сразу узнал, да, но меня удивило, что при своей активной деятельности ты еще являешься муниципальным депутатом. А вот в этих добрых делах тебе как-то помогает то, что ты стал депутатом? Как давно ты им стал? Избрался в сентябре, а объявили о результатах уже в октябре прошлого года, 19-го. То есть фактически полгода срок уже прошел. Ну, по сути, эта работа немножко отвлекает и мешает реальным действиям на земле. Работа депутата мешает реальным действиям на земле? Ну, у меня сейчас лежит законопроект отодвинуть границы от школ, детских садов, отодвинуть границы торговли алкоголем с 15 метров до 100. Сам проект выглядит как одна страница, но приложение к нему это 163 странички. И все это необходимо одному проработать. А в чем заключается именно твоя работа? Ну, вот есть указание, что точки должны быть на расстоянии не 50, а 150 метров. Дальше работа вроде правоохранительных органов. Сейчас, на данный момент, 15 метров от школы. Любой человек может прийти, поставить ларек и законно продавать алкоголь. Мне кажется, это не есть хорошо. Согласен. Но ты-то здесь как можешь повлиять? Это вроде работа полиции. Почему этим занимаются муниципальные депутаты, если уже есть закон, который вступил в силу? В рамках муниципального образования можно это двинуть? В той деятельности, о которой мы сейчас начали разговор, это донорство, это борьба с борщевиком. Тебе помогает то, что ты депутат? Какая-то есть помощь от района? Ты можешь задействовать какие-то рычаги воздействия, чтобы проблема решалась быстрее и больше людей тебе помогала? На самом деле, быстрее это самому приехать, выкопать и уехать. То есть, ничего бы не изменилось, если бы ты не был депутатом, так же работа твоя продвигалась? Совершенно верно. Это никак друг другу не мешает. Ну так все-таки с борщевиком хотелось людям сказать, куда обращаться, если они видят? Мама с ребенком вышла погулять, видит такое растение, что делать дальше? Сама она выкопать его не сможет. Можно обратиться на сайт Санкт-Петербурга, выбрать раздел «Комитет по благоустройству», написать письмо и скинуть фотографию с этим растением. Обратиться в необходимое ведомство, которое занимается борьбой. В этом году «Комитет по благоустройству» планирует обработать порядка 68 гектар, где произрастает морщевик. Также у них запланировано удаление 6500 растений механическим способом и хотят попробовать 650 квадратных метров обработать химическим способом. То есть, посмотреть эффективность того или иного способа. А запланировано это выделено средство, уже есть люди, кто этим заниматься будет? Дворники или муниципальные депутаты? Скорее, дворники. Но средства уже выделены. Специальная служба, да. Это будет этим... Выделены средства, уже запланировано все эти работы производить. Ковид здесь не помешает проведению этих работ? Надеюсь, что не помешает. Ну, все-таки хочу еще раз тебя спросить, чтобы ты четко дал описание этого растения, чтобы люди ни с чем не спутали. Пока оно маленькое, оно выглядит как? Оно растет быстрее, чем трава. В среднем растение может прибавлять в росте 10 сантиметров в сутки. То есть, вы его явно увидите, что оно выше, чем трава. Скошенная, не скошенная. Лист имеет увеличенный, ну, пример увеличенного кленового листа темно-зеленого цвета. Какая помощь тебе нужна сейчас, чтобы быстрее решить эту проблему? Чем тебе помогут помочь те люди, которые смотрят сейчас нашу программу, у которых, возможно, во дворе есть такие же сложности, как у тебя? Было бы классно, если бы человек взял лопату, одел в средства защиты, вышел, так сказать, на адрес и самостоятельно выкопал это растение, потому что оно быстро произрастает. Его скос не особо эффективен, ввиду того, что растение скошенное может произрастать до 12 лет. Это очень тяжело вывести. И растение, если не отсвело, оно будет пытаться отвести еще раз. У тебя сколько времени уходит, чтобы, допустим, избавить от борщевика 10 квадратных метров? На это уйдет минут 10. То есть оно неплотно растет друг к другу? Оно очень неплотно растет друг к другу, потому что ему необходимо забрать себе максимальное большое количество солнечного света. Дорогие друзья, мы сейчас попытались до вас донести очень важную информацию. Если у вас во дворе растет такое вредное растение, вы можете в титрах под этой программой написать, связаться с Александром. Я думаю, он будет следить за новостями и подключиться к борьбе с такой важной проблемой для нашего региона. Это еще не экологическая катастрофа, как мы сейчас поняли, но хорошего здесь мало. Но и также мы призываем всех вступать в регистр доноров костного мозга, становиться донорами. То, что сейчас происходит в истории у Саши, что он станет именно тем человеком, который сможет спасти жизнь больного, может произойти с каждым. Спасти жизнь легко. Присоединяйтесь к добрым делам. С вами была программа «Энергия жизни». Вместе мы делаем мир лучше. Будьте здоровы, по возможности счастливы.